это колонка редактора на телеканале репортер я по-прежнему виталий теме и сегодняшняя моя реплика будет посвящена спецпроекту кругозор который также плюс-минус в это время выходит на репортере знать что на этой неделе спецпроект посвящен пешеходной зоне которая без малого месяц функционирует центре одессы мои коллеги тщательно подошли к изучению этой проблемы мы показали плюсы и минусы на данный момент разумеется я не буду забирать у них хлеб и моя мысль не сколько защиту да или наоборот там примкнуть критикам пешеходной зоны все надо делать мне кажется системно в этом вопросе в этом аспекте когда мы всей гурьбой нахваливаем центр пешеходный в одессе по образцу лучших и развитых европейских городов мы это должны не только говорить но и делать то параллельно все-таки одесса она не заканчивается на центре такое ощущение будто инициаторы это инициаторы этого безусловно полезного нововведения думают в первую очередь о туристах и приезжих приедут люди какой-то богатенький товарищ из соседней или не соседней страны оставят большие деньги нужно думать в первую очередь тех кто живет в этом городе живет не только в центре живет например в спальных районах вот как раз вот на мой взгляд на волне популяризации пешеходного центра нужно было взорвать информационное пространство ну не только информационное пространство но опять же продемонстрировать реальными поступками например развитие таких же пешеходных зон да какие там пешеходные зоны хотя бы об устройством нормальных тротуаров таирова поселка котовского черемушек я что-то подобных новостей не слышал а ведь у нас в городе проблемный вопрос некоторых микрорайонах чтобы там добраться к морю или в какое-то образовательное учреждение нужно идти по проезжей части у нас нет тротуаров если бы параллельно с этим с популяризацией пешеходной зоны решался как-то вопрос и обустройство приведения в порядок нормальных тротуаров по всему городу ну это было вы знаете как-то более приятно на душе развитие пешеходного центра это в том числе и о вообще когда транспортной стратегии история но опять же вот мы одной рукой вроде бы говорим какой у нас хороший пешеходный центр а другой совсем как-то не обращаем внимание точнее просто извините за выражение забиваем на проблему передвижения машин общественного транспорта тут разгар июня и у нас сам яркий пример улица черняховского адмиральский проспект будний день да я сказал что разгар лета жара и у нас идут ремонтные работы вечно проблемный перекресток на пятой фонтана стоит все стоит фонтанская дорога стоит адмиральский стоит черняховского стоит зато у нас пешеходный центр давайте приходите приезжайте туда если сможете конечно же добраться через одесские пробки все должно решаться в комплексе если мы освобождаем от транспорта какой-то кусок города на пятницу субботу воскресенье мы должны говорить а вообще решение каких-то глобальных транспортных проблем проблем не только там автомобилей автобусов пешеходов почему бы те же как бы ремонты да не проводить как в прошлые годы в прошлые годы вы помните ну были деньги было другое время хотя кто сказал что сейчас денег нет у нас такие децентрализация прошла и подрядные организации получали чуть больше денег за то что проводили свои работы ночью там и выходной день тоже ночью и в общем-то никаких транспортных коллапсов не было это очень серьезная штука транспортная транспортная стратегия города города миллионника города который вообще-то не привык жить так как вот киев со своим крещатиком пешеходным по выходным дням были другие там европейские города со своими таким целыми площадями прогулочными пешеходными мы только как бы к этому привыкаем но привыкать надо к этому только на словах что вот смотрите у нас 34 улицы открылась здорово всех ходят никто не конфликтует на самом деле это не так мне обидно еще за то что многие сторонники пешеходной зоны рассматривают ее развитие как прежде всего там толчок я уже говорю да про туристов толчок развитие там мелкого там среднего бизнеса обслуживающего да там кафешки рестораны вот на тротуарах появляются столики стулья какие-то вот навесы еще там что-то и как же это здорово деньги 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 я вам напомню что многие те кто сейчас стали депутатами и активно топят за пешеходный центр то что уважаемые люди я не буду называть их фамилии так вот когда они не были депутатами были просто активистами справедливо возмущались почему в центре города на тротуарах вот где вот ходят пешеходы одесситы гости города стоят палатки столики стулья вот видите точка зрения как бы я не хотел этого произносить определяется местом сидения пешеходный центр это хорошо неплохо это данность которую нужно усовершенствовать ну давайте не будем забывать что одесса это не только центр спальные районы с убитыми межквартальными проездами во время предвыборной кампании кстати делают еще более убитыми не забывать с тротуарами которые в общем-то непригодные не то что для людей с ограниченными возможностями не вообще не пригодны для ходьбы так что давайте все таки немножко изменим название нашей компании да и будем болеть не за пешеходный центр в одессе а вообще одессу пригодную для пешеходов ну конечно немного для водителей вы когда будете выходить из дома да посмотрите по сторонам если вы не живете в центр что у вас под ногами и подумайте об этом это была колонка редактора я виталий хеми смотрите репортер